У Ненинского округа есть все шансы стать лучшим в сфере событийного туризма. Четыре проекта «День защиты холода», «Семенхат Мерета», «Лыжный переход» и форум «Дружба ворота в Арктику» примут участие в национальной премии «Russian Event Awards». В номинации «Лучшие идеи для развития событийного туризма» округ представит Международный день холода. Впервые праздник арктических регионов отметили в 2012 году. Инициатором проекта стал Матвей Чупров. Первые три года «День защиты холода» проходил в стойбище Ненинской общины «Вы», затем в туристическо-культурном центре. В рамках проекта проходят конференции, встречи, круглые столы. В народных гуляниях участвуют главные герои зимы – Дед Мороз из Великого Устика, Санта-Клаус из Лапландии и герой народных северных сказок – Ямалыри. Для гостей организованы викторины, семейные эстафеты, снежные горки и аттракционы. «Не только мы видим на национальном уровне, а все-таки в международном масштабе, потому что этот праздник и его основная цель – это привлечь внимание всего мира к Арктике, как территории, где формируется климат всей Земли. Сейчас, по итогам голосования в Северо-Западном округе, на 24 августа от Северо-Западного округа День защиты холода остался единственным в Северо-Западном округе. Он прошел на следующий этап». Среди проектов по развитию народных традиций и промыслов за победу будет бороться традиционное спортивное состязание оленеводов – Семенхат-Мерита, самый быстрый. Лучшим событием Северо-Запада, посвященным 70-летию победы в Великой Отечественной войне, может стать лыжный переход по деревням Нижней Печорья – снежные призраки. «Была проведена большая работа по физической подготовке, потому что лыжный переход, он на самом деле в суровых зимних климатических условиях, он сам по себе является стрессом на самом деле. Но помимо самого перехода у нас были, перед нами стояли ряд других задач, которые мы в полном объеме отработали на самом деле». Лыжники отследили, в каком состоянии находятся памятники героям Великой Отечественной войны, изучили их местонахождение и состояние, сняли координаты каждого обелиска. Все памятники будут внесены в единый геопортал объектов военно-исторического наследия. Всего за шесть дней молодые люди, снежные призраки, как они себя называли, посетили восемь мемориалов, десять печорских деревень, преодолели 200 заснеженных километров. Еще один проект, направленный на развитие внутреннего туризма – форум дружбы «Ненецкий автономный округ. Ворота в Арктику». Его представила автономная некоммерческая организация «Друзья Заполярье». Итоги голосования по Северо-Западу будут подведены 8-9 сентября 2015 года. Лауреаты региональных конкурсов примут участие в финале национальной премии в области событийного туризма – Russian Event Award 2015 года, который пройдет в октябре в Казани. Поддержать «Ненецкий округ» и оставить свой голос за понравившийся проект на сайте конкурса может каждый желающий. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова